Вторая книга, тоже выпущенная недавно, это книга-опыт Римской империи, которая нам очень много говорит. По образцу Римской империи действует любое крупное государство, любое крупное государство стремится стать империей. Ну, бывает, что неадекватным образом стремится, и все очень быстро заканчивается. Как Польская империя закончилась, как Третий рейх закончился очень быстро, настолько быстро, что и глазом не успели моргнуть. Ну, а тут нам говорят, да мы вообще и не хотим никакой империи, а что же вы тогда хотите? Зачем вы воевали, войну начали, зачем вы? Сколько я прикинул, на мое поколение пришлась Афганская война, 90-е годы Первая Чеченская война, начало двухтысячных, Вторая Чеченская война, потом еще война в Осетии, в Южной Осетии, потом еще война в Сирии, куда отправляли молодых людей, непонятно за что воевать, а теперь еще одна война, понимаете, сплошные войны. Какие-то есть амбиции, но может быть не для того, чтобы построить действительно империю, как национальное формирование, национальное государство. Римская империя, это как раз и было, это было государство римлян. И если нам говорят, что да нет, там интернационал все время, никогда ни одна империя не бывает национальной. Всегда стержневой этнос, стержневая нация формирует огромное пространство геополитическое под себя. Если нет стержневого этноса, то это и вообще и не государство. Здесь описывается опыт примерно трех веков, римские императоры, короткие биографии, из которых вычищена вся историческая ложь, которая накопилась еще с античности. Там тоже такая была, скажем так, брехливая публицистика, которая оскверняла память императоров, которые ушли. Естественно, при тех императорах это не годилось. В архивах сохранилось всякое, ну там доносы были, кто-то что-то сказал. И соблазн у того, кто этими архивами распоряжается, из этих архивов все сплетни собрать и потом сказать, вот она римская история. И потом нам выдает какие-нибудь там сериалы или отдельные фильмы, которые показывают империю в самом неприглядном виде. Даже очень хороший сериал «Спартак», который неплохо воспроизводит обстановку в римской империи, он все равно империю представляет как врага рода человечества. Хотя это был спаситель рода человечества. И только в империи христианство стало всемирной религией. Об этом вообще забывают и все время повторяют одну и ту же глупую фразу, что все империи распались. Ну да, все государства распались, все люди умерли. А империи распадаются так же, как и другие государства. Некоторые только начинают имперский путь, как там Швеция, и тут же их прихлопывает другая империя. Некоторые живут долго, некоторые империи живут тысячелетиями. Римская империя – это долгожитель. Если вместе с республиканским Римом, то это 8 век до нашей эры и до 14 века нашей эры. Вот исторический размах римского творчества. Это творчество и государственное, и культурное, и юридическое, правовое творчество, правотворчество. И военные победы, которые все это обеспечили. Величайшая история, из которой надо извлекать уроки и брать пример. А нам говорят, что да выбросите это все, это никому не нужно. Продолжение следует...